Однажды на всей земле погасли лампы и лампочки, огни реклам и фонари, потухли прожектора и фары машин, пропали разом все спички и свечки. Что-то не хочется дальше фантазировать. Страшно. Наверное, так страшно было только пещерному человеку, когда наступала ночь. Должно быть, с тех пор и мечтал человек завести дома маленькое прирученное солнце. И, разумеется, завел. И солнце, и луну, и звезды. Правда, для этого ему понадобилось не одно тысячелетие. Но пещерный человек об этом не знает. Его жилище освещает костер. А прогуливаться вечерком можно с горящей головней в руках. Хотя страшно все равно. Факелы-палки с углублением для заливки смолы. Они освещают улицы и мрачные замки феодалов. Масло тоже неплохо горит. В эпоху античности у греков появляется масляная лампа, глиняный или металлический чайничек. А что же свечка? Она придумана в Древнем Риме около двух тысяч лет назад. Пока это лишь волокна растений, пропитанные смолой и покрытые воском. Как изготовить сальную свечку? Фитиль опускаешь в растопленное сало, вынимаешь и ждешь. Когда оно застынет? И так несколько раз. Руки в сале, а свечка скверно горит и отвратительно пахнет. А в русской избе горит вплоть до нашего века лучина. Тонкая сухая щепка. Она укреплена над корыцем с водой, куда падают угольки. Все сооружение называется светец. Да здравствует химия! Особенно яркие газокалильные лампы. В них светится раскаленный сетчатый колпачок из стугоплавких металлов. Эти лампы дожили до 30-х годов нашего века. Были и спиртокалильные лампы. В них горел спирт. 1802 год. Потрясающее открытие Василия Петрова. Если сблизить кончики угольных стержней и пропустить ток, между ними вспыхнет ослепительное изогнутое пламя. Электрическая дуга. В 1849 году русский академик Якоби устанавливает на башне адмиралтейства в Петербурге первую дуговую лампу. Однако угольные стержни обгорают. Их нужно сдвигать постоянно. И тогда Чиколев придумывает для этого отличный регулятор. Одновременно Яблочков догадывается просто поставить стержни рядом и столбиком. Так получается газовое освещение. В это же время появляется первая электрическая лампа накаливания. О ней рассказано на развороте журнала. Но история лампочки на этом не заканчивается. Около четверти века назад были созданы галогеновые лампы. Их заполняют пары йода. Йод заставляет испарившийся вольфрам снова осаждаться на нити. Значит, эти лампы не будут перегорать. Яркость сразу повысилась в три раза. А что же такое ночная реклама? Неоновые трубки. Ими впервые занялись еще в середине прошлого века. Раньше было замечено, что некоторые газы в стеклянной трубке светятся под воздействием тока. Первые газоразрядные лампы были созданы в 20-х годах 20-го века. А в 1938 году академик Вавилов изобрел люминесцентные лампы, дневной свет. Стеклянную трубку покрывают особым составом, люминофором, который светится под влиянием электричества. К сожалению, это освещение довольно вредно для глаз. А недавно в доме человека появились необычные светильники. От лампочки расходятся во все стороны сотни прозрачных волосков. Это световоды. Свет бежит по ним, как вода по шлангу. Световоды были известны еще век назад, но только сейчас начали завоевывать мир. Они особенно нужны в науке. Но ведь и нам приятно смотреть вечером на домашние звезды и вспоминать костер в пещере первобытного человека. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Пока-пока.